Я только что дал вам седьмой пункт. Восьмой пункт. Подружитесь с Богом. Он любит открывать свои секреты друзьям. А что значит подружиться с Богом? Прежде всего, вы должны стать Детем Божьим. Родиться свыше. И начинать взаимоотношения с Господом. И это зависит от вас, сколько времени и усилий вы посвятите тому, чтобы стать Другом Божьим. То есть, Божьей стороны в этом нет проблем. Он определенно хочет быть нашим другом. Нашим другом. Нашим самым близким другом. Но проблема в нас. Мы стоим в стороне от Бога. По разным причинам. Может быть, мы боимся Бога. И не можем его видеть, потому что он невидимый. Знаете, намного легче подружиться с тем, кого ты видишь. То есть, когда ты видишь его своими глазами, можешь пригласить его на чашечку чая, и просто можешь поговорить. Но с Богом взаимоотношения немножко другие. Это процесс, через который вы проходите, когда вы становитесь все более и более глубокими в ваших взаимоотношениях с Богом. И это взаимоотношения поклонению. Это не романтические взаимоотношения. И это не похоже на братскую любовь. Это другая любовь. И вы становитесь его другом. В Иоанна 15, 15, Ешуа сказал, «Я назвал вас друзьями». «Потому что я открыл вам то, что открыл мне Отец Небесный». И Ешуа открыл своим ученикам то, что Отец открыл Ему. Через эту дружбу. И в Псалмах сказано, что Богу нравится открывать нам свои тайны. Об этом говорится в 24-м Псалме. Я точно не помню, в каком стихе можете сами найти. Девятый пункт. Определите время, конкретное время для поста и молитвы, чтобы Господь открыл вам свою волю, свою цель. И дал вам свое откровение. Я уверен, что вы практикуете посты. Если вы учитесь или работаете, иногда поститься сложно. Но, возможно, у вас есть какие-то выходные или отпуск, и это время вы можете проводить в посте. И тогда цель вашего поста будет углубление взаимоотношений с Господом. И когда ваши взаимоотношения с Ним становятся глубже, то вы увидите, как Он будет вам что-то открывать. Есть однодневный пост, трехдневный пост, семидневный пост, десятидневный пост, пост на двадцать один день, и сорокадневный пост. Ешуа постился. И не один раз. Когда мы читаем Новый Завет, у нас складывается впечатление, что Он постился только один раз. Но у евреев был обычай поститься каждую неделю. И человек не может поститься сорок дней, если его тело не приучено к постам. То есть посты становятся частью твоей жизни, когда ты делаешь это регулярно. И цель поста для вас, а не для Бога. Вы поститесь для себя, а не для Бога. Бог не смотрит с неба и не говорит, о, ты только посмотри на этого брата. Как много он постится. То есть Бога не впечатляет тот факт, что мы ничего не едим. Но что происходит? Пост развивает в вас самодисциплину. И когда вы поститесь, вы больше сосредоточены на Господе. И когда вы поститесь, ничего не едите, у вас появляется дополнительное лишнее время. И это время вы можете использовать для Господа. Если у вас 21-дневный пост, то к 20-му дню, когда вы дойдете до 20-го дня, вы будете уже настолько хотеть есть, что вы будете готовы услышать от Бога что угодно. Вы будете в таком отчаянии, вы будете так отчаянно желать закончить пост, что вы просто будете умолять Бога, открыть и показать вам что-то. Я знаю одного человека, который постился 21 день, и Господь дал ему новое служение. Очень успешное служение. Но он получил это откровение только на 21-й день. Поэтому выделяйте время для постов. Десятое. Изгоняйте дух страха. У некоторых людей такое отношение, я боюсь что-либо делать, потому что могу сделать это неправильно, и поэтому я ничего не делаю. Мы получаем откровение от Бога. А я поделюсь с вами еще одним опытом, который был у меня в плане получения откровения. Мы с женой поехали на христианскую конференцию о супружеских взаимоотношениях. То есть, нас там собралась группа людей, пастор проповедовал и говорил о том, как иметь успешное взаимоотношение в семье и браке. На тот момент мы с женой состояли в браке уже около 45 лет. Ну, то есть, мы так неплохо понимали, что значит состоять в браке, но на этот семинар мы приехали, чтобы мы могли учить других. И вновь-таки я пережил это состояние вот на этом семинаре, когда я вижу, что пастор говорит, я вижу, что губы его движутся, а я ничего не слышу. Я не видел никакого видения, и ничего не проплывало у меня перед глазами. Но я получил понимание в свой разум о том, что Господь хочет мне сказать. И вот, что я увидел. Я увидел большой стол, заполненный едой. И там была куча еды. Разной еды. И я понял, что этот стол представляет собой брак. Муж и жена подходят к этому столу и садятся, чтобы кушать. Это символически. И когда они садятся, чтобы покушать за этим брачным столом, у каждого из них есть своя ложка. У мужа есть ложка. И у жены есть ложка. Жена берет свою ложку и начинает ей кормить своего мужа. Муж берет свою ложку и начинает ей кормить свою жену. Что это? О чем это говорит? Это говорит о том, что муж должен восполнять потребности своей жены. А жена должна восполнять потребности своего мужа. эмоционально, духовно, физически, умственно, и во всем. И потребности женщины отличаются от потребностей мужчины. И муж должен узнать, что нужно его жене, чтобы правильно ее кормить. А жена должна узнать, как кормить своего мужа. Это идеальный брак. Но что происходит, если муж и жена воспитывались не в христианской семье? И они не видели пример настоящего хорошего брака. Они подходят к этому столу, будучи не готовыми кормить друг друга. Муж подходит к столу, берет ложку и начинает есть сам. Жена делает то же самое. Или в некоторых случаях, жена понимает, что такое брак. И она кормит мужа. А муж не понимает. И он кормит сам себя. То есть он получает двойную порцию. А жена голодает. И вы найдете такие пары. А иногда муж кормит жену, а жена не знает, что делать. И все это я получил за считанные секунды в этом откровении. То есть Духу Святому не нужно много времени. И потом оно закончилось. И я снова начал слышать слова пастора. И я был так рад полученному откровению. И у нас там был обеденный перерыв. Ну знаете, американцы же постоянно едят. И мы пошли на обед. И я был так помазан, что пытался рассказать это откровение Шерон. И одновременно с этим мы начали есть. И я сказал, о, Шерон, позволь мне сказать тебе то, что я получил пару минут назад. И я взял свою вилку. И пронес ее мимо рта. То есть я уколол себя собственной вилкой. То есть я был настолько помазан, что даже функционировал не очень хорошо. И я сказал, это было так чудесно. И потом я упал под силой Духа Святого. Я упал на Шерон. И ей пришлось поддерживать весь мой вес. И это было замечательное переживание. Но я хочу вам что-то продемонстрировать. Вы когда-нибудь слышали вот такую иллюстрацию о браке, вот как я вам только что сказал? То есть раньше слышали? Но это очень просто. И эта иллюстрация очень четко рисует картину. То есть такова природа откровения. Откровение предназначено для вашего назидания и назидания других людей. И я надеюсь, что вы навсегда запомните это. Навсегда запомните эту картину, и вы будете ее помнить во время консультирования супружеских пар. Мы с женой консультировали пары по всей Украине. Ну, то есть есть у людей проблемы в браке. И мы старались им помочь. И почему мы смогли им помочь? Потому что мы сами научились жить в браке. И Господь хочет, чтобы у вас было то же самое. А если вы лидер в общине, то люди ожидают, что у вас будет хороший брак. И они ожидают, что вы сможете и их научить, как иметь хороший брак и семью. То есть это очень кратко, как получать откровение от Бога. Я снова буду учить в пятницу. И завтра вечером будет учить моя жена. И в четверг вечером тоже она будет учить. Насколько я понимаю, в среду вечером занятий нет. И поэтому, если у вас есть вопросы... Есть? Есть? Да, они говорят, что у них есть классы на Wednesday. Вы имеете в виду класс, но мы не будем здесь. В смысле, позже? Иногда они начнут здесь, и потом они идут в премьер, и потом они вернут в класс. Это срабо надо говорить. Но вы должны говорить с Валентином. Вы должны discussать это с Валентином. Да, мы должны объяснить. Ну, если у вас появятся какие-то вопросы, ну, то в пятницу я с удовольствием на них отвечу. А теперь третий пункт. Как осуществлять видение? У вас есть видение. Как же воплотить его в реальность? У Нееми было видение. И Он воплотил его в реальность. И так, чтобы воплотить видение, прежде всего, оно должно у вас быть. Поэтому пункт номер один. Имейте видение. Ну, допустим, вы видите какую-то нужду в вашем городе. Может быть, в вашем городе много наркоманов, и вы хотите что-то сделать, чтобы им помочь. Это ваше видение. А вы хотите сформировать служение, которое бы помогало наркоманам освобождаться от наркотиков. И можно много говорить о том, что можно и нужно делать в вашем городе, в любом другом городе. Но пусть это уже Господь скажет вам лично. А если вы получили видение, запишите его. Запишите его как можно более подробно. И молитесь. Молитесь за него, за это видение, много раз. Обозлагайте руки на бумагу, на которой вы записали ваше видение, и говорите, Господь, я верю, что это видение от Тебя, я хочу его осуществить для Тебя, помоги мне в этом. Господь, если я что-то в этом неправильно понял, то покажи мне в точности, что я должен делать. Итак, у нас есть видение, у нас есть план, у нас есть проект, то есть у нас есть то, что нужно делать. Второе. У вас должны быть цели. То есть у вас должно быть что-то, при помощи чего вы сможете измерить. Ну, скажем, у вас есть домашняя группа, которая встречается раз в неделю. Домашняя группа состоит из пяти человек. И вы ставите перед собой цель. Я хочу, чтобы через год эта группа была не пять человек, а десять. То есть это конкретная цель. Это то, что вы можете измерить. И в конце года вы увидите, у нас девять человек или одиннадцать человек. Если вы просто скажете, я хочу делать что-то лучше. Или просто сказать, нам нужно больше людей. Это не конкретно. Это не цель. Вы не можете ее измерить. Цель – это то, что вы можете измерить. Ну, допустим, мишень. Да, вы на стене рисуете красные и белые круги. И в центре у вас, ну, внутри у вас центр мишени. И в игре вы можете написать очки. То есть если попали в самую середину, то десять очков. Если там где-то подальше, то пять, три, два, один. И если вы стреляете в эту мишень, попадаете в самый центр, то вы получаете десять очков. То есть это то, что вы можете измерить. И поэтому сначала у вас есть видение. Это та нужда, которую нужно восполнить. А потом вы ставите перед собой цели. И цели всегда связаны со временем. То есть это может быть один месяц, один год, пять лет, десять лет. И есть старая поговорка. Если ты не стремишь, то ты не стремишь. Ты не стремишь. Если ты не стремишь, то ты не стремишь. Есть старая поговорка. Если ты никуда не целишься, если ты ни во что не целишься, то ты ни во что и не попадешь. Поэтому цели должны быть очень конкретные. Записывайте их и ставьте. То есть это номер один, номер два, номер три. Вот у меня такие цели. Если у вас цель в этот год привести к Господу пять новых людей, то начинайте с одного. То есть сначала нужно привести одного человека. Я знаю одного пастора в Америке, и вот когда он только приехал в свою новую церковь, у него была цель за тот год достичь сто новых людей. И за тот год он действительно достиг сто человек. Мы не волнуем о числах. Мы не пытаемся построить империю. Или сказать, что у меня есть тысячи людей в моей церковиции. Не, ну знаете, нас волнует не числа. То есть мы не стараемся построить какую-то империю. Мы не говорим, я хочу, чтобы вообще не было тысяча человек. Но мы должны быть конкретны. То есть мы должны знать, как молиться, о чем молиться. И чтобы Господь знал, ну вообще, с чем работать. И третье, делегируйте власть. Помните, Иешуа дал власть своим ученикам. Он дал им власть идти и молиться за больных. И освобождать людей от бесов. Он умножил себя тем самым. Сначала Он дал эту власть двенадцати. Но было еще и семьдесят. А потом сто двадцать. Если вы лидер в общении, то вы один человек. И вы ограничены в том, что вы можете сделать, как один человек. Поэтому не старайтесь все делать сами. Найдите потенциальных лидеров, обучите их, и пусть они помогают вам в этой работе. Возьмите часть своей власти и передайте ее им. Четвертая, это мотивация. Мы уже сказали это. Неемия побудил или мотивировал людей работать. И это ваша задача, как лидеров, побуждать и мотивировать людей трудиться для Бога. Есть положительная мотивация, есть отрицательная мотивация. Негативная мотивация, это когда вы говорите человеку, что если он не сделает работу хорошо, то вы снимете его с этой должности. Положительная мотивация, это когда вы дали кому-то какое-то задание, и потом хвалите человека за то, что он хорошо все сделал. И это тот пункт, тот момент, который многие люди не понимают. Некоторые люди думают, что я хочу, чтобы все было сделано совершенно. То есть, есть определенный способ, как это нужно делать, и я хочу, чтобы оно было сделано именно так. И они требуют совершенства от тех людей, которые с ними работают. Будучи лидером в Церкви Божьей, вы не можете так поступать. Мы сами несовершенны. И люди тоже несовершенны. Вы должны быть гибкие. Итак, у вас есть человек, которому вы делегировали власть. И периодически вы встречаетесь с этим человеком и спрашиваете у него, как дела, как все идет. И потом вы хвалите человека, вы говорите ему, как хорошо он все делает. Я приведу пример. Мы с Димой вместе трудимся в общине. Дима находится под моей властью. И я дал Диме какое-то задание. И мы периодически встречаемся с Димой. И я спрашиваю, что происходит в его служении. И он говорит мне, как о хорошем, так и о плохом. Он говорит мне о том хорошем, что происходит с теми людьми, с которыми он работает. И также делится проблемами. И моя задача, как лидера, сказать Диме, молодец, Дима. Я славлю Бога за тебя. Ты такой хороший брат. И я знаю, что ты будешь успешен. Видите, что я только что сделал? Я дал ему положительную мотивацию. Да, он не делает все совершенно. А никто совершенно не делает. Да, у него есть какие-то проблемы. И он должен чувствовать свободу, подойти ко мне и сказать, Дэвид, у меня есть вот один человек, который проблемы мне причиняет. Что мне с ним делать? То есть, он открыл мне свое сердце. Он честен со мной. Он не старается играть и как-то спрятать эту проблему. Я надеюсь, что вам эта информация полезна. Потому что я люблю подходить к лидерству практически. Потому что мы все находимся под властью той или иной. Я тоже под властью. И вы под властью. Мы все находимся под властью. И у нас должны быть хорошие взаимоотношения с властями. То есть, имея такие взаимоотношения с Димой, я развиваю его как лидера. Чтобы однажды, мне уже не нужно было его проверять, потому что я знаю, что он уже все может делать, он всему научился. И я мотивирую его, то есть, я использую положительную мотивацию. Предположим, Дима подходит ко мне и говорит, у меня проблема с одним человеком, и я не знаю, что делать. А я говорю Диме, Дима, я тебе это уже сказал. Ты что, не понял? Иди и делай то, что я тебе сказал. То есть, это не положительная мотивация. Я, вместо этого, должен был бы сказать нечто подобное. Дима, мы уже говорили об этом раньше, но давай я тебе еще раз объясню. Вот что нужно делать. Что я делаю? Я проявляю терпение. Я проявляю доброту. Первая Коринфянам, 13 глава. Любовь Агапе. Это то, что мы используем в лидерстве. Я и сам продолжаю учиться, как это делать. Я верующий 54 года. Но я продолжаю учиться жить в соответствии с Коринфянам, 13 главой. Никого нет совершенного. И вы найдете, что некоторые люди просто вас подведут. Подведут в полном смысле этого слова. То есть, человек может быть морально падет, вернется к пьянству, совершит прелюбодеяние или нечто подобное. В этом случае, человека нужно дисциплинировать. Конечно, это неприятная часть работы, но это нужно сделать. Но если это какие-то мелочи, то не волнуйтесь об этом. Потому что вы сами совершаете ошибки. Следующий пункт. Это номер пять, да? Ревизион. Вы поставили цель. И цель была. И это просто пример. Пять новых людей в вашей группе. Ну, допустим, привести на домашнюю группу пять новых людей. Через шесть месяцев вы смотрите, что произошло. Пришли два новых человека. Вы говорите, ну, прошло шесть месяцев, и я почти что выполнил свою цель. Как я могу быть более эффективен в достижении людей? Как я могу делать это быстрее, чтобы я мог исполнить свою цель? И также здесь используется молитва. Вы смотрите на полученные результаты и приходите к Господу в молитве. Вы говорите, Господь, пожалуйста, помоги мне достичь поставленную цель. Я благодарю Тебя за то, что Ты уже помог мне сделать, но я прошу Тебя, дай мне мудрость, чтобы достичь эту цель полностью. Сейчас я хочу дополнительно объяснить то, что уже сказал. То есть, цель должна быть от Бога, это должен быть Его план. Некоторые люди составляют план, исходя только из своих мыслей, из человеческой мудрости. И они говорят, Господь, это мой план. Благослови мой план. Неправильно. Позвольте Господу показать вам план. И тогда вы будете работать вместе с Ним одной командой, и Он поможет вам это делать, потому что это Его план. Шестое. Будьте слугой. Скажем, что вы пастор общины. Или вы лидер, имеющий большую власть. Вы слуга. Вы не начальник. Начальник Господь. А вы слуга. Вы служите Господу и людям. И у вас должно быть отношение сердца слуги. Услуги отношения такое. Как я могу вам помочь? Дима подходит ко мне и говорит, у меня проблема. И я говорю ему, Дима, как я могу тебе помочь? Я хочу помочь тебе в этой проблеме. Может быть, тебе нужен совет, молитва. Может быть, я могу тебе что-то дать. Как я могу тебе помочь? Сейчас я хочу дать вам плохой пример. То есть, пример плохого лидера. И это правдивая история. Это было на самом деле. Несмотря на то, что вам это может показаться чем-то невероятным. Была одна женщина, новообращенная. То есть, это происходило на Украине. Она была верующая всего две или три недели. И вот она приходит на служение, находит кого-то из лидеров. И говорит, у меня есть вопрос. Мне очень нужен ответ на этот вопрос. А лидер ей сказал, это не моя работа отвечать на ваши вопросы. Знаете, что сделала эта женщина? Она сразу перестала ходить в эту церковь. Плохое лидерство. И что лидер должен был сказать, я не знаю ответ на ваш вопрос. Но я постараюсь найти того, кто знает ответ. Это слуга. Это то, как вы помогаете другим людям. И, знаете, при старой системе правления, в которой Украина была много лет, то есть, та система была основана на бюрократии, а не отношении слуги. Пару лет назад я пошел на вокзал, чтобы узнать, есть ли поезд из одного города в другой. И там было окошко информации. И я был с переводчиком, и я сказал, узнай у нее, есть ли поезд из такого города в такой. И женщина в окошке сказала, я отвечаю на вопросы, только когда мне заплатят одну гривну. Я дал ей гривну. И я сказал переводчику снова задать этот вопрос. Он спросил. И женщина ответила, нет поезда в этот город. То есть, это не отношение слуги. Это просто исполнение работы. Ешуа сказал, если кто последует за мной, то пусть возьмет свой крест, берет его ежедневно, и следует за мной. То есть, будучи слугой, вы должны умереть. Вы должны быть готовыми умереть ради своих людей. Вы должны умереть для обычной нормальной жизни. Мы, Шэрон, хотим служить вам. Это единственная причина, почему мы здесь. Это не отпуск. Мы не туристы. Мы не видели. Мы не видели. Мы не видели. Мы приехали сюда, чтобы служить вам. И чтобы сюда приехать и служить вам, мы немножко умерли. мы ехали в жарком поезде с Хмельницкого. Мне было так жарко, что я проснулся весь в поту. На следующий день я чувствовал себя ужасно. К счастью, это было воскресенье, и я смог отдохнуть. Ну, то есть, нам сложно предпринимать такие поездки. И мы умираем ради вас. То есть, мы не ведем нормальную жизнь. Я должен быть дома, сидеть в моем любимом кресле и смотреть телевизор. Но я этого не делаю. И то же самое с Шероной. Я благодарю Бога за такую чудесную жену, что она готова приезжать со мной, и она готова на все это. И она замечательный учитель слова. Итак, лидер — это слуга. То есть, мы поговорили о шести пунктах. Но остался еще один. Я хочу поговорить о разнице между лидером и менеджером. Менеджер — это человек, который заботится о том, что уже существует. То есть, он как бы поддерживает жизнь в том, что уже существует. Ну, давайте в качестве примера рассмотрим бизнес. Большой магазин. И там работают пять или шесть человек. И есть менеджер. И есть хозяин. Хозяин сказал менеджеру сделать бизнес функциональным, чтобы бизнес приносил деньги. Ну, и также заниматься проблемами с сотрудниками, с продуктами, с продукцией. Ну, то есть, вообще решать проблемы, связанные с магазином. Давайте перенесем это в общину. В общине тоже есть менеджеры. Часть своей власти вы передаете члену, какому-то члену общины. То есть, вы кому-то даете какое-то задание. И вы говорите, вот, делай это задание. То есть, человек делает то, что уже существует. А лидер — это человек, который выходит за рамки того, что уже существует. То есть, он думает о чем-то большем. Лидер думает о будущем. А что будет завтра? На следующий месяц? На следующий год? Через пять лет. И хозяин бизнеса делает то же самое. Он говорит, здесь в Одессе у меня есть магазин. Теперь я хочу открыть магазин в Днепропетровске. И я хочу расширять бизнес. Еще один пример. На Украине есть церковь. Если бы я сказал название этой церкви, вы бы сразу знали, кто это. Но, может быть, и так отгадаете. На Украине есть церковь, которая двадцать лет назад была домашней группой. На сегодняшний день это огромная церковь. У них свое здание. Два служения. В здание вмещает около четырех ста человек. То есть, за два служения в церковь приходит семьсот-восемьсот человек. И неважно, как эта церковь называется и кто там пастырь. Я просто привожу пример. В этой церкви есть пастырь. И у этого человека было видение. Большое видение. Большая мечта. Я был в церквях, которые вообще не растут. Пять лет назад я посетил одну церковь. И сегодня она такого же размера. И ее посещают те же самые люди. То есть, что я стараюсь вложить в ваше сердце? Это желание иметь большое видение. Вы хотите иметь общину, в которую ходит десять тысяч человек? Если бы в вашу общину посещало десять тысяч человек, то подумайте, сколько людей на Украине попали бы на небо благодаря вам. У каждого из нас есть мечта. Когда я был молодой верующий, я учился в библейском колледже. И мне тогда было двадцать три года. Я мечтал, что буду как Билли Грэм. Я мечтал, что я буду известен на весь мир. Но это не произошло. Но и сейчас у меня есть мечты, и вы часть этой мечты. И я очень рад, что могу быть здесь с вами, учить вас. И я надеюсь, что для вас это будет благословение. И я обещаю, что если вам нужна молитва, то в пятницу я за вас помолюсь. У нас будет особое время для молитвы. По-моему, я прошу... 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 Прошу...